Друзья мои, всем огромный привет! Снова рад вас видеть на своем канале. У нас сегодня дачный влог. Я приехал на дачу навестить папу. У меня сегодня единственный выходной, завтра на работу. И вы знаете, так смешно, я вам сейчас вот покажу все ужасы весны. Ужасы почему? Я вам покажу настоящую Россию. Наши дороги, наш вот этот ужас, уличный ужас, да, потому что, ну, это звездец, я вчера ехал, застрял, потому что ехать вообще невозможно было. Застрял так, что на танке не проедешь, я не знаю, как я на Ниссан не проехал. Ну, короче говоря, сейчас вам все покажу. Сейчас переведу камеру. Вот у нас еще, видите, если так вот посмотреть, еще не везде сошел снег, грязище конкретное. Вот сейчас вот. Ну, я просто сейчас камеру переведу и буду вам все показывать. И рассказывать. Вон папа вышел покурить. Курилка картонная. Вот. Я в Лабутенах. Сейчас я вам все покажу, потому что иначе здесь вообще не пройти. И приехал я очень поздно. Ну, как бы уже где-то в полодинца вечера. Темно ни хрена не видно. Ну, короче говоря, вот так. Пойдемте, я вам сейчас все покажу. И немножечко расскажу. И правильно говорил, да, кстати, еще когда-то давным-давно Николай Васильевич Гоголь писал, вернее, то, что в России две проблемы. Дураки и дороги. Вот я вам сейчас покажу дорогу, по которой я ехал. И я сейчас пойду посмотрю себе обратный путь, потому что мы сегодня вечером возвращаться домой. Тоже завтра на работу. И как я буду выбираться отсюда, я не знаю. Вот, правда, не знаю. Сейчас я вам все покажу и привожу к нам. Ну, вот, друзья мои, я на территории участка. Вот у нас еще тут не все растаяло. Снег еще есть. Вот такая вот грязища. Я в лабутенах. Я в лабутенах. И восхитительных штанах спортивных. Вот. Вот такая вот у нас тут хрень. Но это еще, ладно, это еще полбеды. Это тем более сейчас еще утро, видно все. А вчера, когда я ехал, это была жесть. Обосрал всю машину. Конкретно обосрал. Обосрал это не то слово. То есть, вон, даже на стеклах у меня грязь была. Даже у нас стеклах грязь. Но это вообще звездец. Вот. И вот вот тут такой грязища я ехал. Но это ладно, это все на участке. Сейчас я пойду с вами на улицу. Буду себе искать путь, как мне выезжать сегодня с дачи. Потому что у нас, как бы, можно... Ну, одна дорога, но можно в разные стороны, как бы, да, вот, въехать. То есть, вот калитка. Можно либо влево, либо вправо. Ну, и воды, конечно, по колено. Вот вам и дачный сезон начинается. То есть, я не знаю, как папа с работы добирается. А, у него здесь, всегда у него здесь дежурные галушки стоят. Вот около калитки. Он приходит в обуви и перебывается. Кстати, сейчас я у него спрошу, как он это делает. Вот мне интересно по такой дороге, как он ходит. Но это все ладно. Ну вот, пойдемте, я вам дальше все покажу. Поэтому пойду вот в этих вот лабутенах гулять. Вот в таких вот я лабутенах и восхитительных штанах. Лабутены, конечно, моднявые. Это называется дачная модельная обувь на выход в свет. Ну вот, друзья мои, вышел я на улицу. И вот по такой дороге я вчера ехал. Вон, посмотрите. Ехал я вот оттуда. Вон, женщина идет. Ехал я вот... Вот, кстати, на Ниссане, на Ниссане вот по такой дороге ездить. Это жесть. Ездил я оттуда. Там, конечно, вот такая вот у нас тут прелесть. Такая вот у нас хрень. Вот, знаете, вот как? Вот на тракторе не проедешь. А я на Ниссане вчера проехал. Это вообще труба. Вон, кто-то едет на большой машинке. Ну, это джип. Это Танька, соседка, орет. Вот, друзья мои. Вот такие вот у нас дороги. Иду смотреть, как мне поезжать. Вот, как мне выезжать сегодня. Наверное, поеду все-таки здесь, потому что там дорога. Она идет в горочку. И там будет неудобно ехать. Придется, надо ехать здесь. Ну, вот видите, люди на машинах. Ну, у них посадка выше. Они могут доехать. А я вот по таким дорогам не знаю. Не знаю, как буду ехать сегодня. Ой, ребятки, жесть. Жесть. А тем более, самое... Опа! Плохое то, что у меня на автомате. А ее нельзя толкать, выталкивать. Была бы на механике, еще как-то можно было. А я на автомате езжу. И как бы это... Неалек. То есть, когда ездил на Жигулях, было проще. Там газу есть туда-сюда. А здесь коробку рвать тоже. Вот. Сейчас вам покажу. Наши вот улицы дачные. Кстати, я в Струнино. Город был основан в 1400... По-моему, в 92-м году. Не буду врать. Но где-то так. Ну, кое-где снег сходит. Но все равно вот такая вот грязюка. Такая вот грязища. И сейчас пойду вам покажу. Вот как раз... Не, ну здесь получится. Мне кажется, здесь надо будет ехать. Здесь вроде получится. Получится дорога. По-тверже, я бы сказал. Конечно, будет заносить. Но буду как-то выезжать. Я, кстати, сегодня поеду домой. И... Буду с вами снимать дорогу. Вот. И... А что-нибудь, да, побеседую. Повешу телефон на лобовое стекло. Будем ехать и с вами с чем-то беседовать. Лает собака соседская. Вот там где-то... Где-то она гавкает. Гава-гав. Голуби гуляет. Смотрите, какая вот хрень. Это и надо будет с собой галоши брать. Кидать в багажник, чтобы еще переобуться. Потому что это труба. Здесь еще как-то... Ну здесь еще как-то, да, как-то еще потверже можно проехать. Вот здесь вот прямо, где помойка, Помойка. Тут у нас... А-а-а... Булыжная... Была раньше булыжная мостовая. И кое-что осталось от нее. Сейчас мы пройдемся, я вам покажу. Ну здесь тоже потверже. Здесь попроще. Мне кажется, лучше выехать. Вот буду здесь на этом выезжать. Ну там вот дорога, видите, она... Туда вот. Дальше в город. Там тоже частный сектор. Туда как-то... Ну здесь потверже уже. Здесь нормально можно проехать. Вот. И вот она булыжная мостовая. Здесь будет такой кусочек. Но когда погода устаканится, Будет все намного лучше. Вот. Лишь вы просто, видите, пройдетесь прогуляться, Посмотреть себе дорогу на выезд. Ой, а здесь уже нормально. Мне главное вот эту вот нашу улицу преодолеть. Как-то вот выехать. Такие вот у нас тут красоты. Тихо, спокойно. Ой, люблю так. Когда тихо, спокойно. Ходишь, гуляешь. Вот она булыжная. Бывшая булыжная мостовая. Еще давным-давно она была здесь. Честно говоря, надо будет почитать историю города. То есть раньше он был поселком, Потом ему поставили статус города. Ну, а основан в 1492, по-моему, году. То есть больше 600 лет городу. Вот. У нас сегодня плюс 12 обещают. Ну, пока не это непонятно. Вчера, кстати, вечером был туман. Сегодня тоже кое-где туман есть. То есть если смотреть крылечко, вот она булыжная мостовая. Где вы еще такую мостовую найдете? Особенно на периферии. Ну, может, где-то и есть, но у нас она вот, видите, сохранилась. Такая вот булыжная мостовая была. Ну, надеюсь, что скоро пройдет снег. Какая интересная искусственная пальма у дома. Вот здесь, кстати, мы с вами не гуляли. То есть все на машине, на машине. А так вот окрестности вам не показывал. Сейчас дойдем до платформы. Покажу вам платформу. Станцию Струнино. Железнодорожный. Слышите, вон, поезд орет. Вот такая вот мостовая. Ну, здесь еще проще выехать. А тут вообще грязюка. Вот как люди заезжают. Короче говоря, надо покупать трактор. Сейчас встретил соседку. Она говорит, вот, никогда такого не было. Сейчас баксионцы начали ездить. Все строятся, дома покупают. Развратили дорогу. Ируна, как-то хотела. Не без этого. Строиться тоже людям надо. Такой вот интересный забор. Тоже старого такого, как это, архитектурное сооружение, я бы так сказал. Вот здесь, по-моему, вот в этом доме, там магазинчик. Я не знаю, там может быть бывший жилой дом. Не знаю, вон, поезд подошел на Александров. Следующая станция Александров. Большой такой узловой город. Пересадочный пункт и так далее. И вот так вот здесь тоже люди забор сделали. Смотрите, как здорово. Интересно, так. Улица Советская, 4А. Вот такой вот здесь забор. Классно сделали. Смотрите, сколько трудов нужно. Это сколько нужно всего как бы вложить, чтобы сделать такой вот красотой. Сколько надо было булыжников найти, камней вот этих вот так все это выложить, чтобы была вот такая вот красотища. Вот летом это очень красиво смотрится. Ну и сейчас тоже. Смотрите, такая вот стеканая. Вообще класс. Молодцы. Такой вот домик, не знаю. Бывший, наверное, жилой дом, может какая-то бывшая казарма. Не знаю, как это назвать. Здесь магазинчик. Сейчас закрыт почему-то. Здесь, по-моему, сумками торговали раньше. Сейчас что здесь будет, я не знаю. Может быть, они ближе к лету откроются. Не могу сказать. Вот мы с вами подходим к станции, к платформе, к железнодорожной станции. Отсюда я иногда езжу, когда без машины, езжу на этом самом, ну, на паровозе. Сейчас, наверное, вы знаете, как мы с вами сделаем? Пройдемся той дорогой, где я ехал, откуда я съезжал. Покажу вам, как я вообще езжал. То есть жесть. Сейчас немножко вокруг пройдемся, прогуляемся. Здесь-то уже больше цивилизация. Как бы, я бы так сказал, для местных это цивилизация. Вот. Ну, туман. Видно туман. Пасмурно. Кстати, вот здесь вот раньше был магазин. Сейчас его, видите, забросили. Отстроили еще вот такую вот, там вдалеке, новое здание. Я так понимаю, назовется в аренду, потому что написано аренда. Я сначала говорил, что здесь будет пятерочка в этом доме. Но что-то как-то пятерочка не пахнет. Вот она, наша платформа. Вон на той стороне здание ЖД вокзала. Вон она, старинная, струненно написана. Ну, улетит летчик. Кстати, здесь люди, вот что они поражают. Любят летать на машинах. Не ездят, а летать. Здесь такая... Ну, просто здесь раньше была дорога, хрен знает какая. Сейчас вот аспальт новый положили. И уже можно разогнаться. Вот они разгоняются. Там вдалеке видно храм действующий. Как-нибудь мы приеду еще раз на майские праздники, наверное, и погуляем с вами здесь. Сегодня, кстати, большой праздник. Сегодня 12 апреля, день космонавтики. Поэтому я вас поздравляю с этим знаменательным днем. Ровно 61 год назад Юрий Алексеевич Гагарин вылетел в космос. Вот. Так что, мне вот это вот все, я не знаю, может кто-то из вас будет ностальгировать вместе со мной, но как в деревне здесь, да? Вот, смотрите, идешь как по деревне побольше. Так здорово. Я же у нас этот самый... Вот мы сейчас с вами вышли на улицу Зорина. Я не помню, как раньше она называлась. Ну, короче, и поменяли. А почему назвали улицу Зорина? Потому что здесь жил то ли полковник полиции, то ли майор полиции. Вот я не помню точно. И он какой-то подвиг совершил, и все с него назвали эту улицу. Вот, ребятки, кому будет интересно, вы мне напишите в комментариях. Я почитаю историю и расскажу вам, почему назвали улицу Зорина в сеть вот этого полковника полиции. Вот. Надо у папы спросить, он лучше знает историю. А так я почитаю, если вам будет интересно, расскажу. Вот такие здесь озера в виде луж. Я в своих лабутенах тут хожу, шахкаю, потому что они не по размерчику у меня. Как иногда вот я вот здесь вот похожу. Можно вот здесь вот у меня пройти мимо домов, к нам на участок. Вот так вот, если мимо заборов пройти, можно выйти на участок. Ну, здесь-то уже асфальт, здесь уже едть не хочу. А так вот, вот такие вот у нас тут виды красоты весенние. Летом, конечно, когда все цветет, когда все зелено, 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 неважно. Намного красивее. Ну, я что-то решил прогуляться, пока есть время, потому что сейчас буду помогать. Там кое-что нужно по строительству помочь. Вот, и не будет возможности, скажем так, вам все это дело показать. Ну, вот так вот, так мы и живем. Вот такие вот домики. Не знаю, это жилой дом или дачный дом, не могу сказать. Вот этот участок кто-то выкупил, видите, вон здесь было куча деревьев высоких. Вот их все поспиливали и купили. Кстати, здесь тоже можно пройти ко мне на участок, он как раз вот здесь вот идет. Вот если вот так вот пройти мимо, ну вот, по кромочке, скажем так, да, вот здесь, то можно найти, ой, выйти к нам на участок, у нас там еще одна калитка сбоку есть. Вот, я обычно здесь хожу за хлебом, потому что очень удобно так вот пройти и выйти как раз к магазину. У нас, кстати, тут недавно открыли Верный, очень недалеко, ближе, потому что у нас магнит находится там вот через железнодорожный мост, надо переходить туда и идти, а так не очень удобно, особенно с сумками. Вот, и приходится ходить, теперь уже, раньше приходилось ходить туда, а сейчас этот от Желеверный уже намного проще, потому что он прям вот трех минутах ходьбы. Ну вот. Очень много машин с московскими номерами. Здесь соседи нас, и у них был перед Новым годом пожар. Видите, вон окно сгоревшее, проводка горела. А вот там вот видно наш домик, вон там, здесь у нас домов, вон, видите, козырек торчит, видно наш домик. Вот, соседи, видите, там был пожарчик такой небольшой, вовремя потушили. Это было 30 декабря в том году, как раз перед Новым годом. А так, здесь такие вот домики частные. Ну, здесь жилой район, как бы улица жилая, то есть не дачи. Ну, может, кого-то и дачи, но вообще здесь живут постоянно. Вот. Вот по этой дороге я обычно езжу, то есть я еду в ту сторону прямо, как раз выезжаю и еду на трассу. Ну, я вам сегодня все покажу. А заезжаю я вот здесь. Сейчас зайдем до этого месичка, я вам все покажу. Вон, Лоботин я тоже посрал. Конкретно. Раньше здесь была разбита в дрызг дорога. Когда, в том году или позатом, здесь асфальт положили, он теперь селетает, как по трассе. Вот такой еще дорожный домик здесь стоит. Никому не нужный. Хотя нет, вроде как, может, как дача, я не знаю. А заезжаю я, ребятки, вот здесь. Вот здесь я заезжаю по этой дорожке. То есть если приехать оттуда, заезжаю сюда. Там еще есть у нас одна дорога, кстати, можно будет пройти посмотреть, может быть, мне по ней выехать, не знаю. Сейчас пойдем посмотрим, как там. Ну, там тоже вязко. Вот, люди уже порядки навозят на... А нет, еще не навозят. Вот здесь вот мы вот так вот и едем, короче говоря. Здесь еще поплотно. Здесь еще, видите, этот, камешки, цирпичики. Да, мой хороший. Привет. Мой собак сидит. Да. Привет. Привет, мой хороший. Привет, звезда. Будь здоров. Будь здоров. Чихает. Он еще один побежал. Собак. Еще один бегает. Что-то значит галкать. Что-то боится. Или играться хочет, не знаю. Да. Еще один носится там, носится. Ой, местные собаки. Такие вот здесь развалюхи. Прочитают нас окрестности тут. Вот, решил съездить на дачу, хоть немножко отдохнуть от городской суеты, побыть хотя бы денек на даче. Хотя бы день. Так вот у нас здесь. И вот по этой дороге, если ехать, это улица Школьная. Туда вот прямо вдаль, то можно выехать к верному. Да, но здесь, конечно, тоже жесть. Здесь я не поеду, потому что я чувствую, я здесь завязну. Вот. Ну что, пойдем с вами дальше. Пойдем к участку и, наверное, буду заканчивать. Потому что мы так уже с вами гуляем. Выпуск получается длинным. Насколько я знаю, что вы любите прогулки, но не любите особо длинные ролики. Ну вот, видите, опять не укладываю себя по времени. Все, хочу вам уделить много времени. Вот так вот я вчера ехал. Представляете, вот такой колее на Ниссане. Ладно, вот на этом козлике. Еще можно проскочить, он высокий, он такой, как этот, ну, джипяра. А вот как будто бы так вот. Вот, кстати, вот я вчера вот здесь вот ехал. Причем ехал вечером, поздно, ни входа не видно. У меня и противотуманки, и дальний свет горел, и все равно не этот самый. Меня здесь заносило, я вам передать могу как. Несло со стороны в сторону, потому что я не знал, какую кромку мне взять, как подъехать, потому что вязка. Это сейчас еще вроде холодно, да, потому что, ну, подморозило немножко с утра еще. А так, вот так вот мы ехали. Я не знаю вообще, как я вот, я не знаю, как я здесь не застрял. И причем застрял около, прямо около ворот влезных. То есть ворота были открытыми, нужно было чуть-чуть взять назад и въехать в ворота. И я уехать не смог, потому что застрял. Это обалдеть. Посмотрите, какая. Вот вам российские дороги. Пойду-ка я, наверное, с той стороны. А то что-то я зашел в самую жесть. Хорошо было в бутенах. А так вообще ужас. Вот он, красавец, стоит. На меня смотрит. Да? Привет. Привет, ушастик. Привет, ушастик. Побежал. Побежал, ушастик. Вот ходим. Все, папа спрашивает, а как ты ходишь? С лепички, да иди с работы. Он говорит, а здесь по кромке снега. Ой, а потом он их ботинки свои чистит. Так что вот так вот он и ходит. Вот здесь вот я ехал. Посмотрите, вот по такой дороге. Охренеть, кстати. Я не знаю, как я проехал, честно. Это было, знаете, как вот... Как восьмерть, что ли. Я не знаю, как это назвать даже. Просто. Это ж вообще. Вот вам и российские дороги. Ну, а это, конечно, в частном секторе. Многие так живут, насколько я знаю. Ну, вот, я не знаю. Вот, может быть, будем в этом году сбрасываться. Что-то здесь ребенка, наверное, надо будет завозить. Ну, все-таки надо будет, как дорогу ел, то здесь постоянно помойка ездит туда-сюда. И другие машины. А что поделаешь? Вот здесь вот, почему-то вот здесь я вчера буксанул. Вот здесь, раз, мои въездные ворота. Вот, и вот здесь почему-то я буксанул. Вот почему, я не могу понять. Вроде как и не так, чтобы язко. Буксанули мы здесь, конечно, вчера конкретно. Вот такие дела, друзья мои. Хотел вам еще показать. Такая у нас ель голубая. Да? Мы ее привозили со второй дачи, которую продали с Ходькова, Сергея, в Посадского района. Она была маленькая. Вот тут вот он вымахал. Мы, честно говоря, думали, что она не приживет. У нас еще одна есть елочка с другой стороны. Если посмотреть, то вот она она. Ну, тоже вроде пышная. То есть не погибла, не пропала. Чему я очень рад, потому что елочка красивая, голубая ель. То есть две вот таких вот ели. Тут еще у нас такие вот растенеца. Вот. А если выйти за калитку, сейчас я вам покажу. Вот здесь вот мы с мамой сажали вот такие вот кусты деревья. И вот здесь по краю дороги, по краю дороги, вот они, кустики вот эти вот деревья. Мама сажала рябинки. Не сажала так вот вдоль прям всего забора. Вот для соседей. Но почему-то кто-то в том году их повыкапывал. То есть было много, вот так они были по всей дороге, туда вот длились, до вот того белого забора. Но кто-то их повыкапывал. Кому это было надо, непонятно. Ну, то есть вот так вот. Что вам еще показать, дорогие мои? Куча навоза. Ну да, будем удобрять землю. Вот это вот наши деревца. Вот эти большие кусты. Это черешня. Вот не знаю, видно будет, нет? Будут, вернее в этом году будут плоды, не будут. Обещают, это жаркое. Может быть и будут. Ну, хотелось бы. То есть в том году что-то было. Вот здесь вот у нас погреб. Который, помните, я вам показывал в том году. Нам копали погреб. Вот он, он сделан. И вот в этом году будем его доводить до ума. Друзья мои, ну вот такой вот у нас был с вами прогулочный влог. Небольшой. Спасибо большое, что погуляли. Спасибо вам большое, что уделили мне время. Посмотрели. Опа. Я в снегу чищу лобутены. Как вам показать-то? Вот. Свои чищут, конечно, они все у меня разные. Но это дачные лобутены. Поэтому не страшно. Еще раз спасибо большое, друзья мои, что были сегодня со мной. Спасибо, что погуляли. Мы так с вами немножко побеседовали. Оставайтесь со мной здесь на канале. Подписывайтесь на канал Дзен. Все ссылочки на канал я выкладываю внизу под описанием. Очень буду рад вас там видеть. Там тоже будут и прогулочные влоги. Ну и все, что у меня, собственно говоря, происходит на этом канале. Все то же самое вы сможете увидеть на Дзене. Не то же самое, а, как я уже говорил в своем недавнем стриме, что я буду что-то дублировать, а что-то буду выкладывать на Дзен, того, что вы не увидите на этом канале. Поэтому всех приглашаю на мой второй Яндекс Дзен канал. Все ссылочки под описанием. Кому что-либо будет непонятно, вы можете смело мне позвонить или написать на WhatsApp на Viber. Я вам подскажу, как подписаться. Вот, друзья мои, спасибо еще раз большое. Всем добра, всем тепла, всем уюта, всем хорошего настроения, всем тепла. Наконец-то пришла весна. Надеюсь, что она наступит очень быстро. Вот. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Всем пока. Целую, обнимаю. Всегда ваш Дмитрий. Субтитры сделал DimaTorzok